Штрафники Дерлевангера, почему их ненавидели и боялось даже СС. Вопреки распространенному мнению, не Сталин придумал штрафные подразделения, а Вермахт. Первая штрафная рота была создана в 1936 году, к началу нападения на Польшу их было 8. После начала войны из СССР нацистское командование стало массово формировать штрафные подразделения кровью не искупить как пишет Андрей Васильченко в своей книге «Штрафбаты Гитлера». Живые мертвецы Вермахта, такие подразделения официально назывались «исправительные батальоны», они участвовали в боях, в частности, на Синевинских высотах под Ленинградом. Зафиксирован не менее, чем один эпизод использования Вермахтом заградительного отряда из унтер-офицеров. Васильченко оценивает выживаемость германских штрафников как нулевую, потому что там, в отличие от РККА, не было амнистии по ранениям или ограничения срока пребывания в штрафной части. Трибуналы осуждали военнослужащих к срокам от 6 месяцев до 7 лет и вместо мест заключения направляли их на фронт, в основном, восточный. Командование расходовало такие части не задумываясь. Солдаты-штрафники понимали, что они, фактически приговорены к смерти, что выражалось, например, в рисовании на касках черепа с костями, сохранилось немало подобных фотографий. Кроме пехотных, были танковые, авиационные и морские штрафные части. Количество штрафников вермахта на Восточном фронте было неизменным – 16500 человек. По всему фронту равномерно распределили 100 штрафных рот, иногда, из тактических соображений, объединяя в батальон. Из офицеров, унтер-офицеров и рядовых формировали разные роты. Боевое применение не считая боев под Ленинградом, немецкие штрафники ярко проявили себя в Сталинграде. Здесь из них сформировали команды истребителей танков. Артиллерии и даже фауст-патронов не было. Противотанковую мину подкладывали под гусеницу советского танка, забрасывая остановившуюся машину гранатами. Для обучения истребителей танков сняли документальное кино. Активно использовали штрафники под Новороссийском, где вермахт отчаянно контратаковал, пытаясь вернуть контроль над Семесской бухтой. В ходе одной из атак штрафников красноармейцы уничтожили до 300 бойцов противника, заставив немцев отступить. Информацию о бою сообщило Савинформбюро. На северном фасе Курской дуги гитлеровцы применили объединенные силы штрафников, но без успеха. Местники Дерливангера отдельно стоит отметить штрафной батальон СС Дерливангер, названный по фамилии командира. На самом Оскаре Дерливангере было некуда клейм оставить, он был финансовый мошенник и педофил, и ему поручили командовать такими же подонками из числа военных преступников из рядов СС. Дерливангер выполнял карательные функции в Белоруссии и на Украине, где прославился неслыханной жестокостью. В 1942 году в Белоруссии батальон за несколько недель уничтожил 1050 человек, в основном женщин, детей и стариков. Всего этим подразделением сожжено 180 деревень. Дерливангер формировал свой батальон исключительно из числа осужденных за особо тяжкие преступления. В июне 1943 года в рядах батальона насчитывает все 760 человек. Бойцов Дерливангера ненавидела и боялась даже СС. Сам командир обладал пятью железными крестами, полученными за подвиги. Солдат не хватало и командование приняло решение отправить батальон на Восточный фронт. В 1943 году штрафники СС вступили в свой первый и последний бой с регулярными частями РККА и были на голову разбиты, после чего их отвели в тыл для переформирования. Больше на фронте Дерливангер не использовался, только как каратели, в том числе, для подавления Варшавского восстания в августе 1944 года. Продолжение следует...